здравствуйте уважаемые друзья коллеги видео слушатели нашего канала и сегодня я хотел бы поговорить вот на такую тему я сегодня у меня много друзей я сегодня пришел в гости к одному из своих друзей он буквально недавно пролечивался в больнице не буду говорить в какой значит но тем не менее в городе екатеринбурге значит у него был лечащий врач и лечащий врач собственно не один только он был этот врач он его значит отправил в стационар в город екатеринбург там хорошие специалисты умные врачи ну и хорошо значит поехал он успешно пролечился все замечательно все супер все здорово приехал обратно к себе домой и вот я его навестил как бы он лежит дома один значит я ему принес продукты там еще что то еще что неважно это он не рассказывает как он радуется вот я пришел него гости он рад значит мы с ним сидим пьем чай значит и он не рассказывает я горит как приехал позвонил своему лечащему врачу который от меня здесь вел значит вот такие-то результаты сообщил что тут съездил да то есть что полечился что ему лечащий врач его ответил и он задал какие-то вопросы я вот уже не помню он ну то есть видимо он что-то ему стало непонятно после лечения какие-то моменты там назначение лекарств что-то с этим было связано ну и соответственно лечащий врач ему сказал уже наш городской которому он обратился обычно его лечащий врач не стационаре а вот городе он ему сказал следующие слова все хорошо все молодцы все значит но я не буду ничего вам говорить по поводу вашего назначения и фраза такая вот в кавычках ее сейчас озвучу не хочу вмешиваться в процесс лечения кавычки закрываются . другими словами если быть откровенным честным да то есть узнаете есть как клятва гиппократа врач должен лечить помогать все мы люди все мы испытываем там чувство как бы неприятие или допустим надоел на и так далее и так далее и так далее но фактически его послали на три буквы не хочу вмешиваться в процесс лечения разбирайтесь сами если вам что-то непонятно да она добавила обратитесь к лечи к лечащим врачам в городе екатеринбурге те кто вас пролечивал стационаре и не вам если вам что-то непонятно они вам разъяснят пояснят еще что-то уточнят то есть жизнь вообще-то такая динамическая штука да то есть он приехал прошло там неделя после этой больницы стационара екатеринбурге ну и соответственно какие то вопросы вновь возникли понятно что жизнь не стоит на месте меняется самочувствие меняется состояние человека после пролечивания в том числе неважно до во время после пролечивания человеческое отношение отсутствует напрочь фактически его послали на три буквы не хочу вмешиваться в процесс лечения сказала ему врач фактически я снимаю себя всякую ответственность за ваше дальнейшее лечение тем не менее да то есть как понятно что пролечился все хорошо все более менее спокойно и успешно но вопросы возникают они не могут не возникать естественным образом неделя прошла уже какое-то состояние изменилось стало ли хуже ли лучше ли неважно и соответственно врач обязан должен опять же возвращаясь к лятве гиппократа дать какой-то ответ говорить о том что не хочу вмешиваться в процесс лечения вы знаете это отдельная тема для разговора по поводу слова не то есть отрицать отрицание ничего либо это накладывает на любого человека очень большое очень большую ответственность напряжение да то есть отказываемся мыли от чего-то неважно что любой отказ он соответственно очень тяжел для любого человека и для того кто принимает этот отказ и для того человека несомненно кто высказывает этот отказ в том числе то есть эта помощь человека человеку с отрицанием она она это отрицание на тягостно для обоих лиц в контакте в общении и так далее соответственно мой друг был очень разочарован этим он рассчитывал сюда вот сейчас меня подлечили я приеду то есть буду получать дальнейшее лечение как мне это назначили в больнице в областной значит соответственно здесь меня тоже врачи не бросят не оставят что-то опять же подскажут там помогут а напнулся на стену недопонимание непонимание не хочу брать ответственность за ваше лечение как бы обрубая концы не давая возможности человеку получить помощь которая несомненно требуется именно в динамическом смысле развитие его заболевания состояния самочувствия и так далее конечно это неправильно как бы нам не было как бы к этому не относиться здесь какая-то вот нехорошесть во всем этом присутствует другое слово не знаю нет я могу подобрать более резкие или не менее резкие красивые профессиональные слова в этом смысле но тем не менее отношения человека к человеку независимо от того давал ты на четверг гиппократа не давал ты клятву гиппократа оно должно быть всегда без отрицания особенно в отношении врача и пациента нельзя так произносить эту фразу не хочу вмешиваться в процесс вашего лечения назначили вот обращайтесь снова к ним пускай они нам уточняют и так далее неделя прошла после приезда из областной больницы как так это неправильно я могу сейчас много слов не хороших сказать непорядочно будет наверно самый мягким словом в этом смысле по меньшей мере можно и другие слова привести они у меня крутятся вертятся на языке я могу их произнести культурные слова да но самое что простое приходит на ум первое когда я сидел два мужчины до возрастные мужчины уже не дети и когда вот это было озвучено мне сегодня утром в гостях я был у своего друга это конечно по-мужски выглядит так послали на три буквы конечно полное разочарование распад всяческих человеческих отношений и так далее очень все это нелицеприятно выглядит к сожалению все мы люди все мы человеке повторюсь все мы можем уставать друг от друга но и врачи устают там с этим к видам и так далее так далее так далее то есть все мы люди в конце концов тем не менее произносить такие слова с отрицанием на мой взгляд им х мое скромное мнение только мое недопустимо для врача . благодарю за внимание и удачи вам